Музыка Переходный период в международных отношениях, связанный с формированием полицентричной системы мироустройства, принял довольно затяжной характер. Он проходит непросто, усиливается конкуренция на всех направлениях, четко обозначились противоречия между объективным процессом рассредоточения глобальной мощи и влияния. И, надо сказать, прямо сопротивлением исторического и стремлением исторического Запада во главе с Соединенными Штатами любой ценой повернуть этот процесс вспять. Сохранить свои доминирующие позиции, в том числе путем противоправных односторонних мер давления на неугодные государства. При этом общие для всех угрозы не становятся менее масштабными, что чревато усилением хаоса и нестабильности в мире. В нынешних условиях востребована такая международная архитектура, которая способствовала бы коллективному поиску ответов на многочисленные проблемы современности. И очевидно, что сегодня ни одно государство или группа стран не обладают достаточными ресурсами для их долгосрочного решения. К такому выводу приходит уже большинство государств в мире. И уникальной площадкой для координации действий международного сообщества, поддержания мира и безопасности является, естественно, организацией объединенных наций, которая обладает, как мы принято говорить, универсальной легитимностью. Как показывает практика последнего времени, солидарные действия, подкрепленные авторитетом ООН в форме соответствующих резолюций, способны привести к значительному прогрессу в решении самых сложных и запутанных проблем. И наоборот, шаги, предпринимаемые в обход устава, лишь множат хаос и неопределенность. Для того, чтобы колоссальные возможности ООН, а это действительно колоссальные возможности, могли быть задействованы в полной мере, следует отказаться от попыток ее использования в качестве инструмента осуществления политики одного или узкой группы государств. Необходимо укреплять авторитет и способность организации и далее выполнять центральную координирующую роль в международных отношениях. Этому, к сожалению, не способствуют предпринимаемые Соединенными Штатами и руководимыми ими с Западным Альянсом настойчивые усилия по продвижению в ключевом ООНовском органе, которым является Совет Безопасности, выгодных только им односторонних решений. Поскольку это не получается, по большей части партнеры безосновательно критикуют Совет Безопасности за бездействие, пытаются искусственно ограничить неотъемлемое право вета постоянных членов Совета, а то и действовать в обход ООН. Считаем, что это очень опасный путь, и эффективность ООН как межгосударственной структуры напрямую зависит от степени конструктивного взаимодействия ее членов и добросовестного соблюдения ими принципов международного права, от способности искать и находить общеприемлемые подходы. Продолжение следует... Продолжение следует...